Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1160. События дня. Псалом 118, 51, 53, 61. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. Объявление. Умерла сестра в 42 года, четверо ребятишек осталось, муж глухонемой. Ну, если бы просто глухонемой был, а еще и закладывает. И теперь вот как ее хоронили, все это без обмана на 100%. Вот если у людей желание помочь, вот адрес, вот ответили, телефоны. Галина Загуляева, Галина Александровна. Кто-то, может, и поможет. Вот сейчас потребовалось им землю оформлять. Сразу 35 тысяч. Ну, дети остались в общине. За ними присматривают. Сильно нападала сестра мужа вот этого глухонемого Андрея. Что она нападала? Ну, на меня как бы заочно. Ну, мы молились, и вдруг она отстала. Она-то ничего дать не может. А мы же, дети, еще надо там варенье, ягоды, картошка, продукты всякие, масло. Это мы все даем бесплатно. У меня все есть. Мне помогают, как для детей. Алексей. Добрый день, Игнатий Тихонович. Хотел бы пообщаться с вами. Можно в 5 утра по Москве был бы признателен. Хотел бы посоветоваться с вами по поводу благовестия. Есть вопросы на работе с сектантами. Так как сам оттуда. 27 лет был там у сектантов. Там же есть вопросы по борьбе с различными страстями. Вопросы про пост. Не совсем понятно. И так далее. Жду от вас ответа. Спаси Христос. Но я отвечаю, что принимаю с 4 утра до 4 вечера по Москве. Вот в это время и заходите. С 4 по 4. Легко запомнить. Юрий Соболев. Про одно дело пишет. Согласен, Игнатий Тихонович. Смотрел ролики о посещении митрополитом Сергием в вашей келье. Слава Богу за такое отношение. Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5.8. Кружит вокруг вас, но нападает на священнослужителей. Допавляет. Не оставляйте, Игнатий Тихонович, молитву обо мне грешном. С Божьей помощью потихоньку у нас становится лучше. Что-то там с болячками. Раз Господь так посетил, следует сугубо мне радоваться. Значит, чему-то я еще не научился. Чего-то не понял. Молюсь о самовразумлении. Молительно обнимаю. Храни вас Господь. Это Юрий Соболев. Он преподает в Государственном университете, в Красноярске и в Государственной академии. И ведет занятия в метрополии. Александр пишет. Христос среди нас есть и будет. Благословите. У меня два вопроса. Игнатий Тихонович, ради Христа ответьте, пожалуйста. Священник рукоположен до 30 лет. Сейчас ему более. Можно ли у него завершать святое крещение полным погружением? Или найти же все же другого? Того, кто рукоположен был после 30 лет. Спаси Христос. Игнатий Тихонович, помолитесь ради Христа о мне грешнем. Отвечаю. Прямого ответа можно не найти. Но смысл тот, как считаем, Шестой Вселенский Собор. Правило четвертое. Вот считайте, какое оно правило. 15 стих, 14. До 30 лет, если рукоположен. Ну и что дальше-то? Вот написано. Да будет извержен. Я отвечаю. Лучше найди неповрежденного. Я его не отрицаю, который такой священник. Герасименко Денис. Мир вам, Игнатий Тихонович. Можете дать ответ на такой вопрос. Взрослый человек был крещен, в кавычках, абсолютно, будучи неверующим, окроплением и пьяный. Потом через несколько лет уверовал, покаялся у баптистов, принял у них крещение. Зачем? Через несколько лет принял православие, венчался. Но потом произошел развод. Через несколько лет он принял истинное крещение и затем женился. Считается ли его первый брак, вернее, венчание, действительным, если он был не крещеный и может ли быть священником? Я отвечаю. По сегодняшним меркам все можно. Развод же допустим только по одной причине. Неверность прелюбодеяния супруга или супруги. Если развелись, то до смерти одного другой не может жениться. А сегодня придумали в патриархии 12 причин развода вместо одного. Если по-божески, по святой Библии, то такому человеку и в храм-то нельзя заходить лет 7. А тут вся грязь и мерзость проглотил, сблевал, снова сожрал. То же самое-то и куда ему? Да только в попы, более ни к чему он не гонит этот нечестивец. Скажут, да что это за ответ? Ну, ответьте вы, к вам обратятся. Пишет, спасибо большое. Игорь Тихонович, здравствуйте. Он нашел интересную информацию о смысле жертвы Христа. Иван же. Прячу фамилии, потому что нападают недруги. Всяко меня поливает, чтобы только оторвать от меня. Ну, безумцы. Попы. Ну, какие это попы? Слуги дьявола. Клеветой заливают все, чтобы только оторвать. А своя паства погибает, никто еще не знает. На мне столько зубы тащили, и все зубы пообломали. Развивая учение апостола Павла, священномученик Ирине Ильинский во втором веке разработал теорию, согласно которой все события жизни Христа рассматриваются как повторение событий жизни Адама, только в обратном порядке. Смысл этой теории заключается в следующем. Все то, что Адам должен был исполнить, но не исполнил, за него исполнил Христос. Всякая ошибка Адама была исправлена Христом. Всякий грех Адама был увращован Христом. В научной литературе это учение Иринея получило название теории рекапитуляции. От латинского. «Возглавление», поскольку данный термин, используемый Иринеем, буквально означает «переоглавление», то есть перечисление глав списка в обратном порядке. Список дел, подлежащих переоглавлению, составляет все дела, которые Адам либо должен был совершить и не совершил, либо совершил не так, как было заповедано Богом. Для исправления и увращивания того, что было нарушено прародителями, Христос становится новым Адамом. Итак, явно Господь пришел к Своим. «Непослушание, происходящее через древо, исправил своим послушанием на древе. Он был послушан даже до смерти и смерти крестной. Грех первозданного человека получил исправление через праведность второго Адама». Вот понятно? Вот как придумали там в таком порядке, какие-то Адам должен был делать, не сделал. Это же надо так, все это. Ну а вы никогда не думали? Никогда. Сохрани Бог. Писание говорит, что в Адаме все умирают, для меня достаточно. Я ему отвечаю. Святой Иоанн Златоуст говорит, что дьявол поразил Адама трезубцем. Ну как вилу, только жабры бьют большую рыбу и вытаскивают ее. Дева – древо смерти. Дева – Ева. Древо – древо познания добра и зла. И смерть. Смерть Адама. Первое. Коринфян 15, 22. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». В Адаме умирают. Сын Божий Иисус Христос вырвал этот трезубец и ударил в голову дьяволы. Дева – древо и смерть. Дева Мария – древо Христа и смерть Христа. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. И он мне ответил, вот как здорово. Герасименко пишет. Имеется в виду не сектантское крещение, а православное. Человек был сначала лжекрещен окроплением, без веры, а оглашение – и пьяный, без оглашения. Потом попал к баптистам, у них уверовал, покаялся, затем ушел к православию. И уже потом, благодаря, кстати, вам, принял истинное крещение. Это понятно, что ни первое крещение, в кавычках, в МП, ни второе у баптистов – недействительное. Вопрос о том, считается ли венчание некрещенного действительным. Я отвечаю, полагаю, что действительно, но этот вопрос пусть решает священник или лучший епископ. Чего я не так сказал? Вчера ко мне этот американец заезжал, он тут в Россию приехал, Джастас Уолкер. Ну и мы долго беседовали. Я ролики назвал, два ролика. «Вооружен новым заветом, трехтомником, столкованием святых отцов Церкви Христа». Ну и вот так. Дмитрий Лемеш пишет. Просчитайте, что они говорят, переписываются. А Роману нужно где-то квартиру жить, и это тоже имеется в виду. Вот. А тут один отвечает, Крис. «Пусть Господь тебе помогает, Роман». Ну как-то получилось так. Иди, говорит, грейся, как и Яков пишет. Конечно, дай Бог. А Роману где жить? Электриком хочет устроиться. Считайте. Все. Но я смогу работать, говорит, если только мне терапевт подпишет справку о том, что я годен к работе электриком. Прошу еще помолиться о том, что терапевт Анна Юрьевна сегодня подписала мне то, что я годен к работе электриком на производстве. Ну и дальше. А тут теперь про этого. Вот. Леон Христов пишет. Вот. Я не смотрю это. Ну, некогда мне смотреть. Вот. Опубликовал, наконец, видео об этом бесенке синицком. И просят распространить. В пух и прах его разбили. Там еще в текстовом формате выложили доклад. Леон Христов. Я не смотрю. И не радуюсь. Разбили. Да и сатану разбивает, а не человека. Он тоже человек. Но наглотался пакости. Игнатий Тихонович. Они следят за каждым вашим шагом. У них агентурная сеть докладчиков. Ну и что? Ну меня кто-то не нападал. А где они? Ежегодные, международные, рождественские чтения православные. Там Дворкин рулит. И кто? А одна тема была 15-я, кажется. Нет. 14-я. Посвящена мне целиком. Я одна была Масленнику Сергею Михайловичу, кажется. Ну и вот. Что они? Надо Роспотребнадзор. Там советуется. А мне прислали оттуда запись. Аудио. Другие говорят. Нет. Надо митрополиту. Другие отвечают. Митрополит с ним в хороших отношениях. Он не будет. В Роспотребнадзор написали. Они приехали. Ничего не могут сделать. Закрыть. Меня лагерь никто не закрывал. Я его сам расформировал. Перевел в другой формат. Только и всего. Дальше Леонг пишет. Синицкий какой-то сатанинский клеветник. Сильно он обиду затаил на вас. В новом видео начал максимально очернять и обвинять вас в порнографии, в похоти. Ну, грешный человек. Грешный-то. Может, ему по-другому нельзя со мной разговаривать. А зачем обиделся? Он на Златоуста напал. Но он на Златоуста напал. Златоуст мертвый. Ему не заступится. Меня Златоустом в фильме прозвали. Я его люблю. Насчитывал. Видите, на меня еще не обижать. Вот вчера с этим беседовали. С Джастом Уолкером. Я Златоуста показываю. Я считал. Я говорю, вы же не считали 12 томов. Я считал. Я говорю, ну тогда скажите по вопросу. В четвертом томе что написано? Как он взвился сразу. Вы меня что, пытать здесь? Я ваш гость. Я говорю, ну вы сказали, считал. Я дальше хочу узнать. Да нет, я так про него. А я 12 томов считал от буквы до буквы, от корки до корки. А потом еще, в общем, так пробегать пришлось 6 раз всего, чтобы составить каталоги, сопроводительное и прочее. Да еще я конспектировал рукой. Вот тоже Леон пишет. Этот масонский прихвостик никак не успокоится. И еще. Вот видео о нем. Я не смотрел и не буду. А мне зачем это? Вот опять про него пишут. Опубликовали наконец. Вот так. Это разные люди дают. Отец Игнатий. Брат прислал только что как раз о Синистском. Вот что-то тут есть. Вот это Синистский. Сергей Изотов. Не считал. Не знаю. И говорю, что мне некогда считать. Да зачем? Что это мне даст? Он будет опровергать. Это он не такой. Это уголовная душа. Я бы грянул на него первый раз по лицу. Я понял. Человек очень нехороший. Очень бесчестный. Подлый. Все в нем на лице написано. Ну а теперь только молюсь, исправь его, Господи. Он на меня напал. А что он на меня напал? 14 тысяч роликов. 14 тысяч 100. Ну чего же не нападать? 38 в варианте книжных книг у меня, томов. Да 7 в интернетной версии. Да мне же голыми руками. Да 22 тысячи фотографий. Ну ничего. Он не обо мне говорит. И он говорит, здравия желаю, отец. Тут мне присылают ВКонтакте и в мою группу ссылки с Синицким, где он поносит вас. Послушал один словесный понос. И ложь, и злоба сатанинская. Спросил у знакомых братьев и знакомых протестантов в Житомире. Кто такой? Откуда? Никто даже не слышал о нем. Ничего. Как будто такого человека не существует. Что он вообще никогда не жил и не живет в Житомире. Лишь пару человек сказали, что он безработный. И сидел в 90-х годах, будучи наркоманом. За изнасилование бабушки, соседки. Потом в какой-то секте был, но из нее ушел. И больше о нем никакой информации вообще нет. Кто он, откуда и так далее. Застанный казачок, короче. В интернете с ним даже нет ни одной фотографии совместно с кем-либо. Ни одного видео нету, чтобы он с кем-то общался. Ни друзей, ни братьев. Никого у него нет. Такое чувство. Все, что известно, это то, что он наркоманил, надругался над старушкой. А потом покаялся, в кавычках. В общем, очень. Надо его на чистую воду выводить. Батюшка прислал фильм об этом клеветнике. Качайте и распространяйте, пока не удалили. Качайте, распространяйте. Я не знаю. Христианин православный какой-то пишет. Батюшка, смотрите, что на соборном форуме нашел о вашем синицком, как и просили. Ну, вот такое. Благослови этого Александра, не дай ему погибнуть. Моя молитва. Хорошо, что он напал на меня. Я до этого не молился, а теперь занес его в список врагов и молюсь, как о врагах. Там у меня уже два Александра. Там Евгений, Сергей, Виктор. Ну, которые нападают. Я молюсь о них. Больше мне не дано никакого права. Да помилует Господь, да не помянет их безумие на страшном суде. Он жалкий человек. Бедный. Никого и друзей нет. У меня 22 тысячи фотографий, повторяю. 14 тысяч 100 роликов. Ну, найдите еще, у кого столько есть. Притом, все на виду. Ничего не склеиваю. Вот вчера Джасас этот был, Олкер. И все. Два часа, двадцать минут почти что беседуем. Все открыто. Как мы с ним схлестнулись здесь. Я его все-таки раздодорил. Он стал больше открытый. Вот. Он больной. Я признал, что первый раз видел, как в нем хохочет сатана, беснование. И об этом надо молиться. А поста не хочет соблюдать. Я к нему вообще ничего не имею. Но так, ага-ага-ага, на каждом шагу, с кем бы ни говорил, он не может его задержать. Изнутри его бес хохочет. Я сказал, горе смеющимся ныне. А ему это передадут. Но я сказал ему, что ему другое не передадут. Только врать, если будут. Я ему подарил книги. Книги. Трехтомник Нового Завета с полным толкованием, с откровением. Для слова Божия нету. С кисневым православия. Я его наградил. Он тут баночку меду мне оставил как-то. Я еще можно было на дорогу тут собрал ему. Это все снимки. Там блины, рыбы, вареная рыба, селедка. Что дорогой поезд. Кто-то за рулем был, я не знаю. Может, отец его давит. Они с ним по-английски разговаривали. Хороший человек. Но с детства больной. Какая-то у него трясучка. Зрения нету, совсем нету. Даже не смотрит. Никакие очки не помогут. Я посмотрел на него. Помоги ему, Господи. Ну вот, считаю, что почти все. Слава Иисусу Христу вовеки.